Святочную программу у День города открыл музычно-театрализованный пролог на центральной площади Гомеля. Вядомые выканавцы и починающие артысты, выхованцы детячей школ Мастасту, проставили вокально-танцевальное шоу. Глядачи смогли отчуть себе героями флэш-мобу, який перанёс уродный дворок, дороги сердцу и знакомы с детинства. Свой музычный подарок гемельчанам подрыхтовала и заслуженная артыстка Беларуси Ирина Дорофеева. Компании подлетков, студенты, молодые семьи с детьми и пары поважанного взрослого. Сотни гемельчан пришли на центральную площадь, чтобы стать часткой Великого Свято. Очень хороший концерт. Да, и, во-первых, красиво у нас в городе, вот сами посудите. Ну, как ни приехать, ни посмотреть на это всю красоту. Мы гуляем каждый день, мы любим свой город, он красивый, его украшают красиво к праздникам. В принципе, он всегда классный. Ну, и с праздником гемель людей, с праздником, почаще вы устраиваете такие мероприятия, чтобы в городе были. Даже небеса улыбаются нашему празднику и дарят нам замечательную погоду. И пускай каждый день будет таким же солнечным, радостным и ярким. Гостями святошной программы стали простойники делегации городов-побратимов. Город над Сожем, цикавый для туристов и бизнес-партнеров, як центр экономичного и культурного життя. Значение культуры для жизни любого, безусловно, города, ну и не исключение наш Гомель, очень велико. А назовите мне еще, может быть, несколько городов, у которых столько брендов из сферы культуры. Ну, давайте возьмем тот же Сожский Карагод, он давно стал визитной карточкой всего нашего города. Наше учреждение культуры тоже является одним из брендов самых ярких. Одны танчали и подпевали артистам на сцене, а іншие вырешили пройти по центральных улицах города и стать удельниками интерактивных плясовок. Выставочная зона бренды Гомеля разгорнулася по улице Советской от площади Ленина до улицы Ланге. У оригинальной форме плясовка представила досягнение прационных коллективов Гомеля. А сквер имя Громыки пераутворился у город Майстроу, где рамесники из розных кутков Беларуси стали удельниками свята Кермаша «Хобби-бум». Яны представили сувенирную продукцию с древа, глины, тканины. Тут же усе жадающие могли оценить селетний ураджай винограда и почистоваться солодкими ягодами на Кермаши виноградарства. Фитнес, модные показы и силовые экстрим. Плясовку Лемен-Университета у День города отдали молодцы. Шмат годинный марафон уклюшил в себе шмат мероприемствов. С поборницей по стритболе выстава гоночных ауто и мотоциклов конкурсы. Центр моды «Пригажусьте Хрустальная Нимфа» провел фитнес-фестиваль. Гомельшанам рассказали о правилах здорового харчеванья и показали, как привести фигуру парадок у домашних умовах. Выхованцы Центра моды демонстровали оденье белорусских брендов. Фитнес-фестиваль, по словах организаторов, будет неодинковым. Напереде шерах подобных мероприемств. Все очень просто. Спорт и красота не всегда идут рядом. Поэтому мы сегодня здесь. И вот такой фестиваль дарим нашему городу. Последний дышал час выпробования у силы и трывалости. 16 гемельчан аспречвали звание самого мощного. С поборницей по силовым экстриме проходили у двух ваговых категориях. Да, из выше 95 килограммов. Практикования, которые преподавали организаторы, вельми отрозниваются от тех, до которых прозвучалися гомельские оселки у спортивных залах. Тут нужно поднимать бревяно, кантовать шины, утримливать вагу на максимальный час и буксировать трактор. Многие неупершиню выпробовывают свои силы в этом экстримальном споборнистве. И даже специально рыхтуются. Хоть и тяжко знайти придатный инвентар. Здесь нужны соответствующие условия. Такой покрышки не у каждого в квартире, либо во дворе валяется. И бревна тоже. Трактор. Ну, в деревню пару раз ездил, да, таскал. День города объеднал людей разных краин и национальностей. Подарыл незабывное урожение и добрых сябров на долгие годы. Я бы хотел посмотреть все по чуть-чуть. Все, что возможно. Я здесь не впервые. Посетил ваш город, наверное, уже более 20 раз. Мне нравится мир, спокойствие. Это небольшой город, но очень тихий и безопасный. Очень аккуратный и чистый. Ольга Коновалова, Наталья Каприленко, Максим Савин, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания «Гомель».